Биософия. Уникальный канал для всех, кто интересуется загадочным миром природы. Великолепные фильмы о животных, поразительные примеры нанотехнологий и механизмов в живой природе. Красота нашей планеты, сложность, многообразие живых существ. Все это вы найдете на канале Биософия. Подписывайтесь и раскрывайте тайны природы. Ссылка под видео. Всем добрый вечер. В 90-х годах 20-го века в мире были зафиксированы несколько случаев очень странных смертей во сне. Они были похожи на случаи насильственной гибели, но при этом никаких следов насилия на теле не было обнаружено. Среди российских исследователей в организации «Космопоиск» в рамках сбора информации по этой теме феномену было дано название «Синдром Фредди Крюгера» в честь знаменитого персонажа серии фильмов ужасов. В фильмах Фредди Крюгер был убийцей детей и подростков, и когда его линчевали родители жертв, его дух продолжил убийство, являясь подростком во снах и убивая их там же. В «Космопоиск» попали сведения о нескольких загадочных смертях во сне. В моменты самой смерти или непосредственно перед ней, родственники жертв слышали истошные крики спящих, призывы о помощи и проклятие в адрес невидимого злодея. В обоих наиболее подробно описанных подобных случаях никаких зацепок, позволившими бы разгадать причину смерти абсолютно здоровых людей, так и не удалось найти. По этой и другим причинам исследования в этой области были временно приостановлены. На Западе случай загадочных смертей во сне, начиная с 1990 года, освещала американская газета «Лос-Анджелес Таймс». Все началось с нескольких публикаций из других газет, которые практически одновременно попали в руки журналистов этого издания. В описанных случаях люди умирали во сне без видимых причин. В начале в редакции оказались истории смертей шести человек, среди которых были три ребенка, четырех с семи и одиннадцати лет, шестнадцатилетняя девушка, мужчина и семидесятилетний старик. Позже, за десять лет работы, журналисты набрали всего около восьмидесяти подобных случаев. Все эти люди плохо спали, кричали во сне, рассказывали своим близким о кошмарах и жутких чудовищах, которые преследовали их в сновидениях. Они пытались сутками бодрствовать, опасаясь сомкнуть глаза. И в каждом случае родные слышали истошные крики, а когда сбегались на них, то находили своего близкого мертвым, без малейших следов насилия. Все происходило как в фильме, за исключением того, что реальный Фредди Крюгер, в отличие от кинозлодея, не резал свои жертвы перчатками с ножами на пальцах. Врачи просто не понимали, от чего наступила смерть. Никаких признаков насильственной смерти, никаких внутренних изменений, все органы и сосудистая система в полном порядке, но человек умер. К решению этой загадки даже подключили ученых-экстрасенсов, но загадка так и осталась неразрешенной. Продолжение следует...